Что делать, если... Собственники, которые уже считают себя научившимися как-то управлять тем, что им дано, многоквартирными домами, которые ощутили уже себя полновластными хозяевами, любим же мы отгораживаться, вот это вот мое забор, шлагбаум поставлю, забор повыше, чтобы не смотрели, чтобы не ходили. Чтобы защитить свою собственность, да, от посягательств со стороны третьих лиц, скажем так. Да, кто-то имеет большое желание установить шлагбаум и ограничить проезд каких-то посторонних, наверное, лиц, а кому-то установка шлагбаумов очень даже не нравится, потому что, ну, все-таки определенная... К кому относитесь? К какой категории я отношусь. Я живу в индивидуальном жилом доме, и для меня такой проблемы, по большому счету, ну, не стоит. А при перемещении в городе и подъезде к каким-то объектам, на которые мы выезжаем, ну, это создает определенные трудности, и мне, по большому счету, не очень нравится установка шлагбаумов во дворах зданий. Часто к вам обращаются жалобщики с шлагбаумами? Не настолько часто, но обращаются обращения. Есть вот буквально, значит, дней 10 назад обратились жильцы многоквартирного дома, чтобы определить возможность установки на дворовой территории шлагбаума для ограничения проезда посторонних, как они считают лиц. Они у себя хотят поставить? Да. У них, значит, территория многоквартирного жилого дома, земельный участок, он отмежован. У них оформлено право общей долевой собственности на этот земельный участок, и они считают, что, значит, ну, вправе распоряжаться данным земельным участком, и хотят, собственно говоря, его и благоустроить, и ограничить доступ посторонних лиц к своему земельному участку. А вы каким образом им будете помогать? Что делать? Значит, мы сейчас находимся на стадии заключения договора на производство экспертизы, согласуем вопросы, которые будут поставлены перед экспертом. Ну, собственно, пока, пока все. Но он скажет, что можно или нельзя ставить тут шлагбаум, или такой шлагбаум, какой вы хотите. Вот какой спектр вопросов тут может быть? Значит, ну, в первую очередь, насколько, значит, я понял из первичного общения с представителем собственников, вопрос будет определить возможность установки все-таки шлагбаума и возможность альтернативного проезда собственников другого жилого дома к своему земельному участку. То есть они подозревают, что... Они не подозревают, они хотят как раз ограничить проезд собственников другого жилого дома по своему земельному участку. То есть это конфликт уже существует? У жильцов второго дома, значит, точно так же есть земельный участок выделенный. К нему, возможно, существует альтернативный проезд, нежели тот, который они используют сейчас. На место я еще не выезжал и возможность эту не рассматривал, поэтому, ну, пока, наверное, об этом говорить рано. А, ну, чаще всего, какие есть требования к установке шлагбаума, чтобы, ну, точно знать, что вот он законный и, там, его не снесет кто-то, кому он мешает ездить по еще одному альтернативному пути к дому? Ну, вообще, на самом деле, законность установки шлагбаума, она очень, ну, такая размытая. И в большинстве случаев те шлагбаумы, которые установлены у нас на дворовых территориях, ну, их можно, наверное, считать, ну, помягче сказать, если, то не соответствующими требованиям нормативной документации. Объясняю, почему. Значит, в первую очередь, шлагбаумы призваны для чего? Для ограничения проезда, для ограничения доступа. Вот, все нормативные документы, связанные с объектами строительства, в том числе с многоквартирными жилыми домами, значит, говорят о том, что необходимо предусматривать круглосуточный доступ для транспорта экстренных служб, это пожарных, полиции, скорой помощи, газовых служб, дальше, и коммунальных служб в том числе. То есть тех, которые экстренно должны реагировать на аварийные ситуации. Вот, устанавливая шлагбаум на дворовые территории, мы в любом случае этот доступ ограничиваем. А эта проблема вообще как-то решается? Для меня вот это всегда главный вопрос. Вы шлагбаум поставили, к вам скорая не приедет. Но люди все равно это делают. Но люди все равно это делают. Я говорю в большинстве случаев, нарушая правила. А что сделать? Как иметь? И шлагбаум, и скорую? Как иметь и шлагбаум, и скорую? Ну, в принципе, все очень просто, но достаточно затратно. Необходимо рядом с шлагбаумом или необязательно рядом с шлагбаумом посадить диспетчера. То есть человека, который будет отвечать за открытие шлагбаума. Установить, ну, допустим, если человек сидит где-то в выделенном помещении в многоквартирном жилом доме или в каком-то ином помещении, установить камеры наружного наблюдения. Круглосуточное дежурство данных лиц, которые будут отвечать за открытие-закрытие шлагбаума. И таким образом, ну, можно решить, в принципе, данную проблему. Но в большинстве этих случаев у нас это не происходит. Честно говоря, я в городе Кирове еще ни в одном месте такого не видел. Хотя в других городах, в более крупных, да, такое есть. Каким образом у нас эти шлагбаумы тогда существуют? Просто все закрывают глаза на это? Просто существуют. Просто устанавливают, закрывают глаза. На свой страх и риск устанавливают шлагбаумы. Ну, я так понимаю, что собрание жильцов и собственников жилья проводят. А согласование вот из ГИБДД и МЧС это необходимые вещи? Да, необходимые обязательно, конечно. Они-то есть у наших шлагбаумов или история умалчивает? Я не могу об этом сказать, потому что, ну, каждый отдельный случай необходимо рассматривать индивидуально. И ведь эти документы, они нигде рядом с шлагбаумом не вывешены. То есть все эти разрешения, согласования и тому подобное, их никто на общее обозрение не вывешивает и не предоставляет. Они где-то в управляющей компании теоретически должны находиться или где? Если есть управляющая компания у собственников данного многоквартирного жилого дома, то да, в принципе, они занимаются данным вопросом. Если управляющей компании нет и дом управляется самими собственниками, то, ну, наверное, должен быть какой-то председатель ТСЖ в данном случае. И у него необходимо все эти документы спрашивать. Вы упомянули собрание жильцов дома, как обязательный элемент, да, процедурный, наверное, с него начинают практически всегда. Там нужно 51%, по-моему, да, голосов? Нет, в данном случае, по-моему, больше, по-моему, больше двух третей голосов. Больше двух третей. Знакомые буквально недавно рассказывали, установили шлагбаум. Процедура заняла примерно год, потому что были и противники, ну, и денег это стоит. Но шлагбаум в итоге все равно появился. Звонят там по номеру телефона те, кто приезжает, если у них нет каких-то специальных ключей, но тоже вот в скорую, от всех домов номера не передашь. Вот так вот это там организовано. Ну, мы с вами, если наша программа называется «Что делать, если?» и установили шлагбаум, то, наверное, мы будем обсуждать, что делать, как бороться. Как бороться с установленными шлагбаумами? Да. Можно ли его снести или куда обратиться для того, чтобы его демонтировали? Ну, не знаю, если мы сделаем это сами, наверное, это будет потом небезопасно для нашей собственной жизни. Но вот действительно, вы сказали, что, наверное, преимущественно шлагбаумы стоят у нас не очень по правилам. Мешают нам. Кто нам может помочь в ситуации, когда хочется свободы передвижения? Мы же живем в цивилизованной стране с вами. Эксперты и специалисты. Да нет, не обязательно эксперты и специалисты. И это не в первую очередь, наверное, я, потому что, попробую объяснить, в первую очередь необходимо проверить законность установки данного шлагбаума, то есть наличие документов. Наличие документов на общую долевую собственность земельного участка. Имеют ли право жильцы многоквартирного дома распоряжаться своим земельным участком, где они находятся. Далее наличие согласований со всеми необходимыми службами установки данного шлагбаума. Ну и в первую очередь еще и протокол общего собрания жильцов на квартирного дома, в котором будет зафиксировано то, что да, все жильцы были согласны. Все, кто присутствовал. А за возможность, да, проезда, то есть, что при наличии шлагбаума люди могут все равно еще каким-то образом попасть, если это соседний дом, да? Это вот где-то в согласованиях должно быть изучено. Нет, здесь ситуация иная. Если мы устанавливаем шлагбаум на проезде, который предназначен для проезда не только собственников данного жилого дома, а еще и иных многоквартирных домов или каких-то иных зданий и сооружений, то в данном случае установка шлагбаума будет запрещена. Вообще запрещена. Вообще запрещена. Даже если мы в тот дом сходим и договоримся с ними тоже. А это не их земельный участок и не могут решать в данном случае размещение объекта. Но если это проезд и этим проездом пользуются не только жильцы этого многоквартирного жилого дома, то однозначно установка препятствия будет запрещена. А что дальше? Что должно происходить с незаконными конструкциями? Что должно происходить? Я говорю, в первую очередь это проверка установления законности. То есть обратиться к председателю ТСЖ, обратиться в управляющую компанию, запросить документы, которые они имеют или не имеют. Тут будет все зависеть от того, каким образом устанавливался шлагбаум. Они должны предоставить, вот я приду, скажу, покажите. Вы напишите официальное обращение, на которое они должны будут отреагировать. Либо отказом, либо предоставив вам документы. В случае отказа, наверное, необходимо обращаться далее. Можно обратиться в прокуратуру по поводу проверки законности установления шлагбаума. Я думаю, что сотрудникам прокуратуры будут предоставлены данные документы по запросу. И никто не будет их игнорировать. Ну а в дальнейшем, я думаю, что если все это незаконно, то можно обратиться в суд. И дальше? В суд с иском о демонтаже препятствия. И оплачивает это тоже ДОМ. То есть тут вообще в этих разбирательствах не участвует какая-нибудь городская власть. Нет никакой организации, которая бы следила за всеми. Не знаю, была бы перепись шлагбаумов, и она говорила, что это власть. Городская власть обязательно участвует в данном вопросе. Они в первую очередь согласовывают размещение данных сооружений. То есть еще к ним надо? Да, безусловно. Безусловно. Они уже выдают перечень служб, с которыми необходимо пройти согласование. А реестр шлагбаумов тогда должен быть какой-то? Вот по поводу реестра шлагбаумов. Возможно, они ведут реестр расположения шлагбаумов. То есть, в принципе, можно попытаться бороться законными методами. Мы всегда с вами за законные методы выступаем. Безусловно. Да, в первую очередь можно провести экспертизу и определить возможность установки в соответствии с требованиями нормативных документов. То есть, эксперт выйдет на место, осмотрит земельный участок, возможно, получит какие-то документы, если ему их предоставят. И на основании этих документов и требований нормативной документации будет определена либо возможность, либо невозможность установки данного сооружения. Вот и все. А вот ваша история со шлагбаумом, которая сейчас прорисовывается? Она еще только началась. Там пока не о чем рассказывать. Мы можем ее продолжить в следующих программах. А там чем будет заниматься тоже эксперт? Эксперт будет как раз заниматься определением возможности установки шлагбаума и ограничения проезда третьих лиц. То есть, жильцов другого многоквартирного дома. То есть, если у них не будет иного проезда к своему дому, кроме как по этому земельному участку, ну, наверное, и шлагбаум тогда будет не установить. Мне кажется, такому заключению не рады будут жильцы, ограживающиеся дома. Мы ведь будем писать правду и только правду. Как вам часто приходилось ли вообще отказы какие-то, о невозможности делать заключение? Что происходит потом? А что происходит потом? Люди, получив отказ о невозможности, ну, наверное, в данном случае приходят к тому же мнению. Потому что если у нас законодательством запрещено что-то делать, то делать этого категорически нельзя. Ну, как мы знаем, что-то происходит. Если очень хочется, то можно. Ну, это до первого дотошного, скажем, недовольного. Это первое обращение, конечно, да. И вот в том числе, значит, скажу, что экстренные службы, которые будут приезжать по адресу, где расположен шлагбаум, ну, вполне себе вправе его демонтировать прямо на месте. То есть прямо при приезде. Если они повредят свой автомобиль или иное транспортное средство при этом, при демонтаже или при проезде через препятствия, значит, возмещать ущерб этим службам будут жильцы, которые установили это устройство. То есть надо очень сильно подумать. Вот касательно заборов, наверное, такая же ситуация. У нас люди начинают там дворы свои огораживать. Ну, касательно заборов, немножко иная ситуация. Заборы — это все-таки ограждения, и они располагаться на проездах в любом случае не могут. Тут необходимо, значит, тоже учитывать и специфику дворов, где на самом деле расположены они, с чем они граничат. И, в первую очередь, возможность установки этих ограждений. То есть тоже надо сначала задаться вопросом, чтобы провели какую-то экспертизу. А можно ли здесь установить забор, там какую-то детскую песочницу расположить, горку или площадку вообще спортивную или детскую? Если бы все всегда так происходило, мне кажется, было бы больше порядка. Безусловно. Но мы ведь к этому и идем. Если возвращаться к шлагбаумам и к плате за них, я вот, допустим, против. Пусть они ставят, он мне не нужен, не знаю, мне не мешают машины, которые ездят по двору, могу я не платить. Если общим собранием определена возможность установки и принято решение об установке и взымании платы со всех жильцов, вы на этом собрании не присутствовали, либо оказались в меньшинстве голосов, но в любом случае вам придется участвовать в оплате и самого сооружения, и установке его, и ежемесячного содержания. Независимо от того, желаете вы этого или нет. Тут какая-то несправедливость, по-моему. Есть несправедливость, да, но мы подчиняемся большинству в данном случае. То есть большинством голосов принято решение об установке. Меньшинство всегда подчиняется большинству, это еще со стародавних времен. Мы заговорили вначале о требованиях, вот что у нас еще есть, какие требования к шлагбаумам, что-то мы не упомянули. Они не должны загораживать проезд, да? Нет, они в первую очередь как раз именно для этого и служат. Соседям. Если шлагбаум планируется расположить, ну, резюмируем, да, на проезде, который предназначен не только для собственников этого жилого дома и этого земельного участка, то расположение шлагбаума на этом проезде невозможно. Там, где это возможно, конструкция шлагбаума должна быть легкой. Сам по себе шлагбаум должен быть устойчивым и безопасным. Но его конструкция должна быть легкой, чтобы и легко демонтируемой, чтобы в случае, значит, приезда экстренных служб они могли легко его демонтировать и проехать. То есть пожарные приехали к дому, стоит шлагбаум, ну, весь такой металлический, из толстых труб или швелеров сваренный. Его даже машиной-то, собственно, демонтировать будет достаточно сложно. И сколько времени пожарные для этого потратят, чтобы заехать в этот двор дома. Ну, то есть пожар-то будет все сильнее и сильнее разгораться, да, если они едут по вызову. Бывают еще бетонные блоки, это совсем плохой вариант. Бывают бетонные блоки, которые, да, тоже служат для ограничения сквозного проезда. То есть вот с одной стороны шлагбаум установили, с другой стороны бетонный блок. Тут тоже необходимо, ну, наверное, каким-то образом определять возможность ограничения этого проезда. Пожарные службы никогда установку бетонного блока не согласуют, потому что его демонтировать будет достаточно сложно. И на месте это будет создавать серьезные препятствия для проезда. А проезд во дворы должен быть обеспечен со всех сторон жилого дома. Помимо конструкции, вот самой еще какие есть требования? Все, да? Да, в принципе, да, наверное, все. А все остальное мы, наверное, уже разобрали и обсудили. Все равно для меня остается за пределами моего понимания вот это вот огораживание в случае, когда ты никогда не застрахован ни от чего. и, не знаю, перекрывая какой-нибудь паре машин, которые, ну, я не знаю, там, наносят, возможно, ущерб, не знаю, там, какие-то газоны портят или что бывает. Это же не просто жадность какая-то, вот моя дорога, вы тут не ездите. Есть, наверное, какие-то обоснования при постановке шлагбаума, но когда на другой чаше весов жизни или даже просто стоимость квартиры, которая может пострадать в пожаре, которые вовремя не потушили, то не знаю. Вот именно для этого и нужны согласования все-таки со всеми службами, которые должны экстренно выезжать на аварийные ситуации. Поэтому я говорю, что в большинстве случаев установка шлагбаумов в дворах многоквартирных жилых домов, она не вполне соответствует требованиям нормативных документов. Говорили о защите своей собственности и своей жизни и прав в очередной раз Сергеем Копаневым, руководителем независимой экспертно-оценочной корпорации. Традиционный вывод, нужно делать все по правилам. Безусловно. Спасибо вам. Спасибо вам. Что делать, если...